Приветствую, друзья! Как научиться здоровью, творчеству и долголетию? Появление вопроса двигает развитие сознания и отношений не только у вас, но и в обществе. Объект внимания – объект сознания. Но у людей нет времени. Время появляется с отрешённостью. Будда учил людей думать своей головой, находя нирвану путём медитации. Потому что, как мы говорим о ключе, через нулевое состояние отсекаются страхы комплекса и подражания авторитетам. О чём говорил и Альт Шулер, основатель школы ТРИС, что развитие творческой личности начинается с выходом из психологической инерции. Как о том же самом говорил Хаббард, основатель дианетики, выхода из инграммы – это так называемый клиринг. А Ухтумский великий говорил – выход из доминанта, и что тот, кто научится управлять доминантой, управляет судьбой. Мы все в доминантах задействованности, то в страхе, то в боли, то в решении волнующего сейчас вопроса. Мы учимся думать свободно. О чём писал Маркс в «Капитале», что все революции происходят для освобождения человеку свободного времени. Ну так можно трактовать, если задуматься. Для перехода от подневольного труда к свободному труду. А мы поэтому говорим, что надо больше заниматься любимыми делами. Но ты и есть свободный труда. То есть выходить из нирваны, то есть вот этой отрешённости, в эту безмятежность, и оттуда переходить в поток, в эту, опять же, задействованность, только выходить из подневольной задействованности в желаемую задействованность в любимом деле. Так вот, там происходит в любимом деле режим менее затратного энергетического процесса. Там человек становится более свободномыслящим. Ему помогает природа, законы природы в потоке, как говорил Чиксен Михаил. И он чувствует смысл жизни. Чем больше мы занимаемся любимыми делами, тем больше, я говорю, точек опоры. Поэтому, друзья, даже занимаясь разговором с любым больным, я в первую очередь спрашиваю его, а какие у тебя любимые дела? Чем ты занимаешься? И вот некоторые люди говорят, а я даже не помню, какие у меня любимые дела, потому что у меня страх, паники или нога болит. Так вот, друзья, метод-ключ для того, чтобы вы подбирали действия синхронной текущему состоянию и выходили на состояние безмятежности и нуля, чтобы там делать то, что вам организм подсказывает. Или плакать, или дрожать, или стонать, или... Ну, там идёт восстановление. Делайте это за закрытыми дверями 5 минут в день, и вы будете восстанавливаться, и тогда вы будете чувствовать, что вы легко переходите в поток. То есть легко переключаете доминанты. О чём говорил Великий Ухтамский. Тот, кто умеет переключать доминанты, он управляет судьбой. Вот сегодня перед новыми событиями и перед новогодними праздниками, помните, что праздники – это перезагрузка. С пожеланиями себе новых дел, настроений, успешностей, перезагружайтесь, пользуйтесь новогодними праздниками. Да-да, друзья, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok